Дмитрий Житарчук В мэрии советуют кировчанам заключать договоры на вывоз снега из дворов и платить за это из своего кармана. При этом денег на вывоз снега с улиц в городской казне уже не хватает. Президент заявил об опасности интернет-контента для общества. Почему? И что думают об этом кировские эксперты? На улицах станет светлее. В Кирове планируют установить новые фонари. Где они появятся и в какие сроки? Власти города рекомендуют жителям многоквартирных домов заплатить за вывоз снега со дворов. Осадков было много, но даже если крыши и придомовые территории подрядчики почистили, снег вывозить не обязаны, если это не прописано в договоре между собственниками и управляющими компаниями. На встрече с руководителями последних заместитель начальника департамента городского хозяйства Дмитрий Кондратов предложил активнее работать с населением в этом вопросе. Рекомендует провести коммунальщикам собрания с жильцами, на которых они должны принять решение доплатить за вывоз сугробов со дворов. Цитата. Да, это дополнительные деньги, но такая мера позволит избежать затопления дворов. Конец цитаты. Не все, наверное, собственники знают, что вывозка снега не предусмотрена в некоторых платежах за коммунальные услуги. Значит, надо выходить с инициативы, разъяснять. Более ответственных управляющих компаний данная услуга предусмотрена, часть из них вывозят снег. И это не сильно, так скажем, сказывается на платежах. Кто работает честно и для людей, а кто делает вид, что работает. В Кирове составили рейтинг управляющих компаний. Данные опубликовали в госжилы инспекции. Специалисты проанализировали работу более 90 управляющих компаний по следующим показателям. Это жалобы жильцов, количество проверок ГЖИ, либо признание организации банкротом. Максимальная оценка эффективности составила 5 баллов. Ее получили 18 обслуживающих организаций, в их числе компаний. Культура, быта, коммунальщик, комфорт. Минимальная оценка в 1 балл досталась 10 компаниям. Среди них УК Почин, Промус, Доверие. Полный перечень организаций и оценка их эффективности на сайте ГЖИ. Глобальная сеть должна подчиняться моральным законам, иначе общество будет разрушаться изнутри. Об этом заявил глава государства Владимир Путин на встрече с участниками общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе». Речь об интернете. Найти в сети все сегодня стало обычным делом, и это все может негативно повлиять на общество, спровоцировать людей на жестокость и так далее. Свободный обмен информацией и распространение разрушительных для общества материалов – это разные вещи, которые стоит, цитата, «четко разделять», подытожил президент. С главой государства согласны и кировские эксперты. Часть нашей жизни, если плюсы в дожде, в солнце, это часть нашей реальности, где безусловно во всем есть плюсы, во всем есть какие-то минусы. Безусловно, нужно жесткий отсек информации, запрещение определенных ресурсов, тем более такой богатый опыт есть во многих странах. Массовую вакцинацию россиян от коронавируса завершат к осени, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Он подчеркнул, что благодаря использованию вакцины «Спутник Ви» количество заражений в России пошло на спад. Положительную динамику подтверждают и данные статистики. За сутки в стране выявлено 11 024 случая заражения вирусом COVID-19. Днем ранее их было чуть больше. К лету пройти вакцинацию «Спутник МВи» должны 40 миллионов россиян. А после, по словам Мишустина, в стране будут активно использовать новый препарат от коронавируса «Эпиваккорону». Сейчас идет работа над его запуском в массовое производство. На Кировских улицах станет светлее. 850 новых светильников установят до конца июля. На это из городского бюджета выделят больше 6 миллионов рублей. Фонари появятся на остановках и пешеходных переходах на 74 участках Кирова. В списке Казанская, Азина, Гайдара, Дружба и другие улицы. Их выбирали по принципу подсветить там, где темно, особенно в межсезонье. Устанавливать новые светильники будут в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Искать подрядчика начнут 15 марта, рассказали в департаменте городского хозяйства. Будет объявлен аукцион. Список улиц, где станет светлее, на сайте администрации города. Сегодня последний рабочий день перед праздничными выходными. Отдыхать будем три дня. В канун 8 марта кировские мужчины запасаются подарками для любимых. Поздравляют подруг, родственников и коллег прекрасного пола. Любимые наши девушки, поздравляю вас с 8 марта. Главное, чтобы вы были всегда счастливы и любимы. Оставайтесь красивыми и здоровыми, счастливыми. Поздравляю всех девушек нашего города. Желаю быть всегда красивыми и счастья, здоровья. Притормозить. Чем кировские женщины отличаются от всех остальных? Ну что ж, я здесь вообще появляюсь крайне редко в этом городе, но появляюсь с удовольствием. И от того, что встречаю здесь очень интересных, симпатичных женщин, которые в том числе стремятся к чему-то, развиваются. С праздником всех женщин. Всего хорошего, любви, счастья, благополучия. Пожелаю всего хорошего, любви, счастья. От лица мужской половины телеканала Девятка ТВ присоединяюсь к поздравлениям. А у меня на этом все. Оперативно следить за новостями теперь можно в нашем телеграм-канале и в ТикТок. Новости Кирова, Девятка ТВ. В студии работал Дмитрий Житарчук. Всего доброго и до свидания.